Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. В последнее время заметил, что когда проявляется бывший партнёр, то мои реакции на сообщение становятся тревожность, чувства подташнивания и страха. Почему это происходит? Ответ достаточно прост и в то же время довольно-таки неоднозначен. Дело всё в том, что вы до сих пор не расстались. Так что, по крайней мере, эмоционально вы до сих пор с ним не расстались. И не прожили те чувства, которые у вас есть. По всей видимости, у вас к нему есть что-то вроде обиды, по всей видимости, у вас к нему есть что-то, ну, такое, я бы сказал, похоже на некоторую такую, может быть, ну, на некоторую злость, может быть, да, вот, то есть тут, тут что-то, ну, что-то вот такое, возможно, присутствует. Вот. И, соответственно, да, это на вас влияет. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно просто спокойненько, ну, спокойно к этому отнестись, во-первых. Вот. Как к чему-то такому абсолютно нормальному. Вот. И, в общем-то, спокойненько это проживать. Вот. Спокойненько проживать настолько, насколько это для вас возможно. Вот. Приводность это чувство угрозы. Чувство угрозы может быть связано с потребностью какой-то, то есть, вот, партнер как-то проявился, да, вот, вы почувствовали, что вам чего-то хочется. Вот. И своего желания, своих желаний вы, ну, вполне можете бояться. Как-то опасаться, что ли. Вот. Это вполне нормально, потому что, ну, для вас ваши желания связаны с... с партнером. Вполне могут быть чем-то таким болезненным, чем-то таким неприятным, чем-то таким травмирующим, например. Вот. То есть, это все довольно естественно, довольно нормально, на мой взгляд. Вот. Поэтому, что имеет смысл сделать, это... Постараться прожить, вот, то, что у вас есть, то есть, ну, постараться прожить ваши чувства к... Ну, к партнеру. Вот. Постараться увидеть, что это за чувства у вас к партнеру. Что они представляют из себя ваши чувства к партнеру. Вот. Может быть, вам, ну, до сих пор... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чувствуете, чувствуете какую-то недосказанность, незавершенность, вот, а может быть вы чувствуете себя как-то уязвимо с этим человеком, то есть у него по-прежнему, например, может быть какой-то элемент власти над вами и он может, по вашему мнению, этой властью как-то пользоваться, например, вот, то есть он может делать что-то, что вам не нравится, вот, так что здесь по большому счёту, вот, на самом деле, ну, больше так. Из области предположений, то, что всё это с вами происходит, это всё больше из области предположений именно потому, что мало довольно информации, вот. Вы сами, это как, ну, вообще хотите, не хотите, как-то раздраться в этом, вот, вы сами как-то, ну, заинтересованы в том, чтобы поисследовать этот момент, чтобы изучить его или нет, ну, тоже такой очень важный, на мой взгляд, аспект, на который имеет смысл обратить ваше внимание. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!